В этом ролике я расскажу, как работать с критическим ресурсом, который используется в разных проектных файлах в Microsoft Project. Я создал простенький пул ресурсов, создал два графика проектов, тоже простых, совершенно простых. Проект один, задачи, три задачки, проект два, три задачки. Теперь я это все объединю и поиграемся с критическим ресурсом в разных проектных файлах, в разных проектах. Итак, из двух проектов мы создаем с вами мастер-проект. Создаем новый файл. Добавляем сюда первый проект, как под проект вставляем. Добавляем второй проект. Получили два проекта. Задача один, задача два, два, два. И на каждый из этих проектов нам надо с вами назначить ресурсный пол. Как мы это сделаем? Сейчас сохраню этот мастер-проект. Открываем первый проект и добавляем здесь вот списки ресурсов. Выбираем ресурсный пол. Указываем, откуда будут браться ресурсы. И указываем, что в случае конфликтов первенство будет иметь ресурсы из ресурсного пола. Для первого проекта сохраняем его. И также для второго проекта, чтобы они использовали один ресурсный пол. Делаем. Есть. Точно так же сохраняем. Теперь проверим, как у нас назначились эти ресурсы. Открываем список ресурсов. И видим, что у нас ресурс один, ресурс два, ресурс три подтянулись уже из общего пола ресурсов. Также для проекта один есть общий пол ресурсов. Можем эти проекты закрывать. Если мы сюда добавим сейчас ресурс четвертый, то он должен подтянуться в остальных проектах. Вот все четыре ресурса здесь теперь есть в проекте один. Дальше. Предположим, что у нас задача один в первом проекте и задача один во форум проекте использует один и тот же ресурс. Для наглядности я открою общий мастер-план и с ним будем работать. Вот у нас первый проект, второй проект. И оба, в обоих проектах используется ресурс для задачи один, ресурс номер один. Вот мы видим, что эти задачи сейчас использует один и тот же ресурс. И ресурс, соответственно, перегружен. Появился человечек, означающий, что данный ресурс, в общем-то, не выполнит свою работу вовремя. Как выравнивать ресурсы? Есть два основных варианта выравнивания ресурсов и вообще работы с критическим ресурсом. Если для вас ресурс один, вы не можете его где-то там набрать на стороне, соответственно, для вас достаточно уникальный. Соответственно, вы можете решить этот ресурсный конфликт простым выравниванием. И вариант номер один. Это автоматическое выравнивание ресурсов. Заходим в вкладку «Ресурсы» и устанавливаем выравнивание по приоритетам. Здесь выбираем автоматическое выравнивание, выставляем автоматическое, выставляем по приоритетам и говорим «Выравнить». Здесь сейчас он самостоятельно простой, потому что у нас приоритеты были одинаковые у двух проектов. Если мы с вами выберем здесь колонку «Приоритет» и укажем, например, второму проекту «Более высокий приоритет», то он сразу поменял вам автоматически последовательность задач. Задача второго проекта стала выполняться, будет выполняться раньше, а задачи первого проекта ушли. Если вот здесь выставим больше приоритетов, то все поменяется наоборот. Это первый вариант. Я вернул все назад. Автоматическое выравнивание уберу и вообще уберу выравнивание. Все, у нас вернулся перегруз и приоритеты тоже я верну на место, приоритеты проектов. Есть второй вариант, более наглядный, более понятный. Это выравнивание с помощью ресурсного оптимизатора или планирования команды «Тимплейнер». Нажимаете «Тимплейнер», видите, что ресурс один перегружен. И видим, что здесь указывается, на этом ресурсе сейчас висит две задачки в один и тот же день. Мы с вами можем эти ресурсы просто вручную перетащить. Какая задача для вас сейчас важнее? Если для нас важнее первая задача из первого проекта, то мы ее составляем здесь, а вторую задачку просто перетаскиваем ручками вправо. Если наоборот, то наоборот. Если вернетесь в диаграмму Ганта, то вы увидите сразу, что первая задача выполняется сразу, вторая задача выполняется после нее, и ей поставлено ручное планирование начаться не раньше, чем предыдущая задача. В этом случае у нас выровнены полностью ресурсы и нет перегрузки критического ресурса.